МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, кинематограф придумали как развлечение, но ему всегда придавали большое значение. Даже Владимир Ленин говорил, что «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». В России первый цветной кадр появился в картине Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Причем красный флаг режиссер раскрасил кисточкой прямо на пленке. Фильм признан критиками как один из лучших всех времен и народов. Ежегодно вручают популярную премию в области кино – «Оскар». Впервые церемонию провели 90 лет назад. И длилась она всего 15 минут. Сегодня это одно из роскошных событий. Его трансляцию показывают во всем мире. Россия получила заветную статуэтку шесть раз. Три фильма из награжденных ты точно видел. Киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука, отца известного сегодня режиссера Федора Бондарчука, получила «Оскар» за лучший иностранный фильм на иностранном языке. Эта картина – одна из самых дорогих в 20 веке. Владимир Меньшов получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Его «Москва слезам не верит» известно всем. Эту ленту посмотрели в кинотеатрах более 90 миллионов зрителей. Показы проходили даже в Нью-Йорке. Также «Оскар» за лучший иностранный фильм получил Никита Михалков. Мэтр отечественного кино известен всем. Он снялся в 51-м фильме. А в картине «Утомленный солнцем» он выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Другой важнейший мировой кинофестиваль проходит в Канье. Там наши фильмы часто отмечают в разных номинациях. Но главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – мы получили только однажды. За фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова. А в России проходит старейший в мире московский международный кинофестиваль. Главным призом является «Золотой святой Георгий». Статуэтка, изображающая Георгия Победоносца верхом на коне. Поражающего копьем дракона. Как и все киношные фестивали, он проходит с большим размахом. Сегодня кинематограф продолжает развиваться и покорять мировой прокат. О наших актеров мы все чаще узнаем в голливудских картинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова